Смотрите, внутри себя я знаю себя как душа, как индивидуальность, как личность. Я переживаю себя. И вот очень часто мы задаем другому человеку вопрос, как ты себя чувствуешь? Чувствую ли я себя? Чувствую ли я себя? Да, я себя чувствую. Вы себя чувствуете? Я себя чувствую. А как вы себя чувствуете? Хорошо, себя чувствуем. Себя мы чувствуем относительно себя. Вот это очень такое простое понимание. Извините, я буду говорить вообще банальные вещи. Но нужно разобрать феномен отношений до молекул, чтобы как-то нам до молекулярного уровня, чтобы понимать, что происходит. И вот появляется в моей жизни человек, который мне интересен. Когда мы выходим за пределы себя, к другому человеку, нам нужно понять очень простую вещь для себя. В какой роли я хотел бы видеть этого человека в моей жизни? Варианты ролей в роли друга или подруги, в роли любимого мужчины или женщины, в роли коллеги, в роли ученика или ученицы, в роли клиента, в роли психотерапевта. По какой-то причине, в роли приемного отца или приемной матери, ну, человека, который мне будет, безусловно, любить и давать, и терпеть все мои косяки. Это проективная, эта штука называется проективная идентификация. Какую роль я проецирую на другого человека для того, чтобы быть с ним или с нею во взаимодействии? Обычно люди начинают отношения таким образом. Ну, вот мне человек интересен, а там как пойдет, сложится или не сложится, но твоя душа или твое подсознание знает, в какой роли этот человек тебя заинтересовал. И если, то есть, внутри себя я – это просто я. Как только речь идет об отношениях, то есть, каков я относить на тебя, нам нужно признаться себе честно, в какой роли мы этого человека видим. Если фантазия наша о другом человеке, другого человека, о нас, и наша о нем или о ней совпала, это мы будем называть общей фантазией. Например, я вижу тебя как самого любимого человека, возможно, как интимного партнера, или как самого близкого друга, или как учителя, или как отца. И ты мне видишь в конгроентной этой роли, своей роли, отношения будут строиться конструктивно и гармонично. Если же ожидания не совпадают, то есть, что это значит? Да я скажу, что это значит. Я вижу тебя как самого любимого человека, или самую любимую женщину. А ты смотришь на меня как на учителя, или как на друга, или как на ресурс, или как на человека, который может починить макбук и загрузить новое программное оборудование сюда, или почистить кэш какой-нибудь, то наши ожидания не совпадают. И это приносит страдания. Это приносит страдания. Иногда в процессе взаимодействия мое ролевое отношение к тебе может меняться. Я могу тебя уволить с роли интимного партнера, учителя, друга или клиента. Внутри мне становится неинтересно. А ты, да, то есть у нас была некая разделяемая фантазия. А ты продолжаешь воспринимать меня, исходя из первоначальной договоренности. Если я не говорю об этом ртом другому человеку, если я не имею смелости сказать тебе, что восприятия тебя таким-то во мне уже нет, и мне важно тебе честно об этом сказать, то другой человек может согласиться на непереопределение своей роли или же не согласиться. И, например, жена говорит мужу, знаешь, я тебя больше не люблю и как мужчину любимого не воспринимаю. Возможно, у меня появился какой-то другой мужчина. Конечно, возникает в ответ злость. Она вышла из общей фантазии. Может возникнуть негодование. Может возникнуть какая-то претензия, обида и так далее и тому подобное. Но если эта вещь, переопределение ролей между нами, не была озвучена, и мы не пришли к консенсусу, другой человек будет чувствовать фигня какая-то. Что-то не так происходит. То есть, я иду с прежней открытостью, любовью, заботой или желанием что-то донести. Так учителя, вот они вообще идут с желанием что-то донести ученикам. А другой человек ушел с территории любви, ищет кого-то другого и не воспринимает. С территории не любви, конечно, с территории общей фантазии. Поэтому, друзья мои, близкие любовные отношения, близкие отношения дружеские, близкие отношения клиентские. Например, клиент и терапевт, ну, например, перешли в дружескую стадию отношений. Так бывает, что какое-то время они были терапевтом и клиентом друг к другу, а потом они стали любовниками. Но если терапевт настаивает на том, что он и любовник, и терапевт, или то, а другой человек воспринимает, женщина, например, воспринимает его только как любовника, но не воспринимает его как своего терапевта, то происходит смешение ролей и путаница в отношениях. И вот если какое-то важное, значимое чувство, которое примагнитиво притянуло людей друг к другу, остыло, ушло, нужна смелость передоговориться и готовность расстаться, если другой человек не согласится на изменение своего ролевого статуса. Друзья, обозначьтесь мне, пожалуйста, вот кому понятно, что я говорю. Кому понятно, что я говорю. То есть, условно говоря, и мне тогда будет понятно, имеет ли смысл продолжать, может быть, говорить попроще об этих вещах. Условно говоря, так трудно почему-то об этом говорить, честное слово. Почему трудно об этом говорить? Потому что периодически мы попадаем в ситуацию, когда мы взаимодействуем с человеком из одной ролевой позиции, а другой человек воспринимает нас не нами, а кем-то другим. Ну, а в таком случае, если мы так психологически продвинуты, мы говорим, слушай, там, Таня или Ира, ты меня не видишь. В моей жизни такие же ситуации случаются. В большей степени, в отношениях с большей частью людей, которые меня лично знают, я в роли учителя. Представьте себе, если находится женщина, которая смотрит на меня, как на лучшего мужчину, как на главного мужчину в своей жизни. Видит ли она меня, как учителя? Нет. Обещал ли я что-то ей? Нет. Нет, не обещал. Так вот, эта проективная идентификация, когда я назначаю на какую-то роль другого человека, происходит иногда неосознаваемым образом. То есть, помню, одна моя знакомая сказала, слушай, ты вот говоришь о таких высоких вещах, о духовности, о душепопечении. А она, ну, некоторая она, смотрит, как двигаются твои губы и просто любуется тобой. Вообще, любому человеку нравится, и мужчине, и женщине, и нарциссу, и ненарциссу, нравится, когда им или ею любуются. Но любуются глубиной моей мысли или любуются, ну, мною, как потенциальным или очень-очень глубоко психики-интимным партнером. Из-за неопределенности ролей мы очень серьезно и много страдаем. страдания происходят и в случае, если женщина полюбила, например, мужчину, как мужа своих детей, то есть у нее уже и планы на жизнь, и любовь, и она хотела бы пройти жизненный путь. А для нее, а для него, она просто, ну, позанимаюсь сексом с тобой, пока получше кого-то не нашлось. Это не озвучивается, но глубинного контакта нет, и она страдает. А он такой, ну, мы ж без обязательств, мы ж никому ничего не обещали. Так вот, ребята, ребята и девчата, мальчишки и девчонки, а также их родители, имейте смелость ртом формулировать запрашиваемое у другого человека качество и характер отношений. И если другой человек в вашу фантазию не вплетается, не впутывается, а для вас важна эта фантазия, что нужно делать вам? Уходить. Вы пытались нафантазировать роль любимой женщины, любимого мужчины, любимого учителя, папы или мамы. На людей, помогающих профессии, подсознательно мы проецируем роли папы или мамы. А другой гад такой не подыгрывает, но он не гад, он просто на это не подписывался и почему-то не хочет быть вам любящим папой или любящим мамой или вашим любовником. Нет, в глубине мы едины и цельны. Когда мы выходим на поверхность, мы разделяемся там на душу, тело, эмоции, сексуальность, интеллектуальность. Внутри мы достаточно цельные существа. Признайся себе, чего ты хочешь от другого человека. Озвучь это желание. Не слишком рано и не слишком поздно. И если другой человек говорит, я не могу этим быть для тебя. И твоя фантазия подсознательная, значимая для тебя. Что тебе нужно сделать в целях личной безопасности? Ну, простыми вещами. Влюбился, влюбилась. Или договориться со своей влюблялкой, что могут не более 14% населения. И сказать, окей, сексу не будет. Любви как выбора единственного человека не будет. Ну, пока влюблялка не слишком развелась, развитие влюблялки такое, ну, не слишком интенсивное, я ее аккуратненько придерживаю и просто взаимодействую с этим человеком. При достаточном уровне осознанности и мужчинам это сделать чуть-чуть проще, чем женщины. Если у женщины запустилась влюблялка, она будет страдать. Ранясь, а образ человека, в которого влюблялка влюбилась, она будет страдать. А он ей ничего не обещал. И в силу того, что она направляет свою влюблялку на него, а он безответен и держит ее на дистанции, она в какой-то момент будет злиться на него. Знаете, это как это злость выражается? Я отдала ему лучшие годы. Самый сложный и соблазнительный момент, на который мне хочется обратить внимание. Вот как-то люди притянулись, перемагнитились, и один из партнеров, чаще женщина, может сказать, ну вот мы, прямо у нас секс будет, и после, когда я подарю ему все свое тело, сниму все свои одежды, он видит меня голой, он возбудится на меня, вот, то наверняка он останется со мной, потому что так, как я, любить никто его не полюбит. Вот, и она открывается, она отдается, а он такой взял от нее эмоциональный, сексуальный ресурс, как сейчас принято говорить. И ничего, в принципе, я не обещал. И это было для него просто одна из связей. Это просто случайная связь. Ну, так вот два тела возбудились, но по ролям люди не договорились, кто они друг другу. в ролях не было озвученных ожиданий. Что с этим делать? Что с этим делать? Осознайте, первое, какова ваша проективная идентификация, как кого вы идентифицируете значимого для вас человека. Найдите смелость озвучить это ожидание ему или ей. Если человек не отвечает вам взаимностью, он не плохой. Он просто вас не любит. Или не хочет играть эту роль в вашей жизни. И если это сильная влюбленность, девчонки, мальчишки, нужно уходить, уползать, расставаться. Вы не можете переназначить любимого человека на роль друга. Понимаете? Если он не хочет для вас быть любимым человеком. Ну, еще маленький такой момент для людей, помогающих профессией. Эта информация будет ценна. у прекрасного учителя по имени Ошо, Ошо Раджниш, есть такая замечательная я слушал в аудиоформате беседа под названием «За пределами просветления». И он там говорит, прям голос его слышен, и русский перевод. Вконтакте эти четыре трека увидел, я просто многое понял и полжизни прям прозрел. Он говорит о том, что иногда его ученики уходили от него с глубокой убежденностью, что они теперь коллеги с Ошой, с Ошо, они теперь коллеги. И они говорили, я такой же, как и он. Приезжайте все ко мне, вы получите то же просветление и ту же информацию, которую получаете от него. На нем клином свет не сошелся. И они уходили, говоря, что уровень моего мастерства такой же, как и у моего учителя. прежде всего, этически это совершенно неоправданная эго-позиция. Ученик никогда не бывает выше учителя своего. Ученик никогда не бывает равен учителю своему. В моей жизни, скажем, есть много ценных глубоких было и есть много ценных глубоких настоящих учителей. я всегда меньший в отношении своих учителей. Для своих учеников я больше. Если у человека с иерархией проблемы или с эротическим переносом есть какие-то сложности или с гордыней, проще говоря, с гордыней, то мы начинаем путаться. Путаться в показаниях и мы начинаем путаться в показаниях и мы начинаем в своей голове переназначать другого человека на равного себе или на роль старшего коллеги, например, учителя. и если например наш учитель не желает этому подыгрывать, то мы обижаемся. Я за то, чтобы мы разобрались со всеми этими вещами, друзья, и умели строить ролевые отношения, озвучивая свою роль, озвучивая и приходя к общей реальности или фантазии, как хотите, кто мы друг к другу и третье, какие в силу этих отношений у нас есть ожидания и обязательства друг перед другом. Начать отношения типа ну давайте начнем, а там как пойдет, это несостоятельная стратегия. Тот же принцип, смотрите, мама, которая орет на ребенка, которая кричит на ребенка, которая унижает, подавляет, она находится в этой самой иллюзии. Она что-то на ребенка проецирует, вот, она что-то на ребенка проецирует, и она требует, чтобы ребенок соответствовал ей проекции. Она его как объекта, как отдельного, вернее, субъекта отношений не видит. Она видит его функционально. И ребенок перестает развиваться под гнетом твоей матери, или становится травматиком, или нарциссом. поэтому маме добавить зрение и уважение к ребенку как отдельный личность, если это получится. Но это очень серьезная работа. Так просто не дается. Спрашивают тут, а как же если учитель остановился в развитии, ученик сам развивается и становится мастером? Ну, смотрите, если я сужу своего учителя и говорю, ну, мой учитель остановился в развитии, значит, я не просто стал мню его равным себе, а я стал над ним. Я стал над ним в доминирующую позицию, в позицию оценщика. И это гордыня, друзья. перед всеми моими учителями я считаю, что в этом есть высшая этика. Я склоняюсь как перед большими. Понимаете, жизнь здесь движение, и каждый человек двигается, и никогда, например, 20-летний не может догнать 40-летнего человека в развитии, потому что когда 20-летнему станет 40, то 40-летнему станет уже 60. то есть никогда невозможно догнать, пока мы живы. Когда учитель остановился в развитии, когда учитель умер, тогда мы можем говорить, вот его завершенный труд, его жизнь, его наследие, его YouTube-ролики, его, например, там, книги. Вот. здесь происходит некоторое, да, у того или иного учителя мы можем исчерпать желание обучаться, вот, желание обучаться, но сказать, что учитель остановился в развитии, это попасть в ситуацию гордыни, если я завершил желание обучаться у того или иного учителя, я не смогу стать ему другом. Я должен, ну, так, если по этике, объясниться, благословиться и уйти. Два варианта ухода. Уход с обесцениванием и уход с благодарностью. Уход с обесцениванием, это означает, лучшие годы я потратил на нахождение с вами и получила только душевный вред. Иногда люди именно так уходят. Хороший уход. Я благодарю за то, что получил, получила у вас. Я ухожу, мне кажется, что мне надо где-то, мне куда-то дальше. По вопросам подскажите, пожалуйста, что необходимо делать, чтобы стать доброй и любящей мамой. Я в разводе, сын похож на отца, я злюсь, четыре года ребенка манипулирует мной. Четырехлетний ребенок не может манипулировать. У вас, видите, вы проговариваете, сын похож на отца. Чувство боли и обиды на отца вы переносите на ребенка, да еще утверждаете, что четырехлетний ребенок может манипулировать. Вы разыгрываете драму незавершенной мести с отцом ребенка претензии, обиды, боли на ребенке. Велик риск, если в хорошую терапию вы не сходите, что ребенок вырастет психически нарушенным инвалидом. поэтому хороший терапевт и если у вас есть обида, злость, претензия на отца ребенка, это одна история, но ребенок в этом не виноват и в том, что похож не виноват и ребенок не манипулирует, ребенок находит адаптивные, удобные для него способы взаимодействия и получения того, что нужно ему. Следующий вопрос, как экологично проявлять злость, гнев, негодование. Сдержанно говорить о них тому, на кого они проявляются, если это имеет смысл. Вы можете сказать, мне больно, я гнивуюсь, я злюсь, со мной так нельзя, мне так не подходит. Это нормальный способ проявления чувств. Ненормальный, если у вас гнев, злость, негодование, обида, и вы из эмоций начинаете уши от горячих эмоций выливать на голову человеку. Поэтому просто я злюсь сказать, тоже не вариант. Когда вы говорите, со мной так нельзя, или вы говорите, это было оскорбление, мне придется уйти. Понимаете, если внутри другого человека происходит психопатия какая-то, агрессия, неадекватность, эти слова могут так или иначе не быть услышаны, возможно. Но если вы пуститесь в скандал, ничего хорошего из этого не получится. Вообще, к какому специалисту необходимо обратиться, когда злость на собственного ребенка? Ну, конечно, психологу, психотерапевту. Вот. Есть психологи, которые понимают хорошо психологию детей и могут в этой ситуации показать ситуацию ребенка. Ну, Инстаграм огромный. Вот. Посмотрите тех психологов, которые говорят об отношениях родителей детей. Посмотрите на стиль их донесения, их разговора, понимают ли они детей. В Инстаграме таких много выложено. Вот просто по роликам впечатление получили, что человек понимает, что такое отношение с детьми. И подскажите, да, вот к какому специалисту обратиться, когда злость на ребенка? Вот. Специалист в вашем случае поможет вам снять проективную идентификацию фигуры фигуры вашего бывшего мужа или отца ребенка на этого ребенка и растождествит эти чувства. Понимаете, еще раз, давайте подведем итог этому эфиру. в нашей жизни существуют вот эти вот желания кем-то докомплектовать себя до целого. Это нормально. Лет до пятидесяти. Нормально найти вторую половину, докомплектовать себя до целого, заткнуть внутреннюю вот эту дыру кем-то. или просто найти человека для общения, для беседы, для обмена эмоций. Это вообще нормально. Цельные люди, они на тибете сидят в глубокой медитации. Скорее всего, тоже страдают. Но когда мы приходим в отношения, когда идентифицируем, нам ходим такого человека, нам нужно о ролях договориться. В роли кого я хочу, чтобы ты был рядом. В роли кого ты хочешь быть рядом со мной. Если по ролям мы совпали, это будет конструктивная коммуникация. Мы будет ясность, будет много энергии, будет здоровый энергообмен. Если по ролям мы не совпадаем, и для каждого из нас это принципиально, никто не хочет втягиваться в фантазию другого, нам нужно аккуратненько, аккуратненько бережно и с благодарностью расстаться. Блин, не совпали. Ну, не совпали, ничего страшного. Вот, поэтому, пожалуйста, дайте мне знак, для кого этот эфир был ценным. Кто из вас во время просмотра эфира принял решение перестать проецировать и начать договариваться о ролях с вашими близкими, кто понял, почему был дисконнект в отношениях. Вот, и пожалуйста, в большей, большей степени находите в себе силу найти, понять, чего другого человека нам хочется и признаться себе в этом, понять, чего мне хочется глубинно признаться и предъявить другому человеку свои ожидания. Не слишком рано и не слишком поздно. Спасибо большое. Любовь, объятие, справедливость, правда и любовь и красота победят, вот, а все тираны сдохнут. Пока.